Так, идём в столовую. Данька не хочет, так что идём одни. Пришли вот в нашу любимую столовую, кафе, парк. Это Даньки взяли лоточку. Мы, кстати, всё не съели. Ещё купили два контейнера и взяли с собой Данькин и наш контейнер. Всё, а теперь зашли в магазин. Так, всё, с вечером ещё будет еда. Так, нам уже надо в дорогу с собой убрать что-то, потому что мы скоро, завтра последний день, и мы потом уже, не завтра последний день, да, завтра последний день, и мы послезавтра уезжаем. Так что взяла сыр, взяла колбаски, выбор колбас здесь, конечно, маленький. Вот это последнюю взяла, и вот такая ещё была. Всё, говядина ещё, но и Данькин, ты совсем жирная. Смотри, вся колбаса, вот эта только стоит 500 рублей. Остальные по 100 с чем-то дёшево. Хорошие, хорошие, смотри. Сторож. Вот такая музычка. Друзья, смотрите, а мы не замечали, что они горели. Их не было. Это сейчас дело. Мы стали выезжать уже, и вот занавес нашего отъезда включили, наконец-таки. Да, видите, потому что вот этот точно не горел, там ничего не горело. У нас горело синим отражалось. А тут, смотрите, теперь анимация. А можно они просто выключают, когда мы ещё приходили? Восемь мы тут были, можно 10 выключают. Не горело. Ну, так вот, представляете, друзья? Зато фонтан не работает. Уже хорошо. Включили анимацию. Друзья, представляете, только я хотела вам снять. Вот это вот. С одной стороны красоту, а с другой стороны, знаете, очень ярко для глаз. Я вот теперь думаю, наша подсветка, что же так горит? Интересно, они там сидят, наверное, думают. Вот, что так ярко, да? Вот, то есть мы ходили, и прямо уже стало неприятно, что так светит на тебя вот эта подсветка. Ну, вот я показывала. В общем, хотела красивый кадр сделать, а получилось, что только включила камеру, и всё выключилось. Вот, ну ладно, значит, будет без красивой подсветки, что я хотела сказать. Ну, у нас сегодня, получается, последний такой полноценный вечер в Ялте, в Крыму, на отдыхе. Почему последний? Завтра будет вечер. Но на следующий день, значит, послезавтра мы отсюда уже рванём. Часиков в 9 утра, наверное. Может, раньше, не знаю ещё. Ну, явно не в 4, не в 5. Это очень рано. Ну, там в 8, в 9, вот в такой, в районе этого. Может, в 10, не знаю. Ну, чем раньше, тем лучше, потому что мы же будем опять заедем в гостиницу молодёжно. Там ужина до скольки? До 9, по-моему. До 9 там можно заказать ужин. А после, нет. Ну, вот только то, что вы видели у них там в холодильничке. Ну, вода, пиво там и чай они предлагают. Всё. Ну, то есть, поужинать уже не получится. Хотелось бы. Так, ну, и вот поэтому завтра будут сборы. Надо будет ложиться спать всё-таки как-то так пораньше, быть бодрячком. Всё, в общем, поэтому завтра, как бы, вечер будет скомканно. Ну, вот сегодня у нас, получается, последний такой вечер. И вот, покажи, Серёж, сюда поближе. Не видно, оказывается, в темноте. А вот купили, значит, такое шампанское. Сейчас золотая балка. Брюд розовая. Почему не золотая балка? И вот сейчас Серёжа откроет его. И мы вот так посидим здесь. Как всегда, в креслицах. Посмотрим. Хорошо, что выключили этот дом, слава богу. Мы вышли и прям выключили. Реально. Вот так сидеть и всё время смотреть на такое яркое. В глазах уже это обрешётка. Поэтому, конечно, красиво, может быть, для фоточек. Красиво, когда вот так мы сидим и не видим. Оно там для людей, там, может, и видно. А мы не видим. Ой, кто-то там ползёт. Жук, что ли? Да, смотри, таракан какой-то. Слушай, Серёжа, тут таракан ползает. Реально, какой-то таракан. Представляешь? То ли жук, то ли таракан. В общем, не знаю. Ладно. И вот, в общем, посмотрим на окружающую нас действительность. Поразговариваем с Серёжей. Что хочу сказать. Сейчас всё, что открываю, а я пока людям расскажу про впечатления об отдыхе. Ну, я ещё, наверное, подведу потом в итоге. Ну, просто в общем скажу, что, как я уже и говорила, ну, может, кто-то не все видео наши смотрит, и поэтому какие-то видео пропускал. В общем, могу сказать, что в Ялте мне понравился климат. Ну, не знаю, нам так повезло, или правда тут такой климат. Ну, то есть он не супер жаркий. Вечера хорошие. Ну, он комфортный. То есть, как бы, для нас он комфортный. Мы вот, получается, из Москвы. И климат не сильно отличается. Ну, конечно, тут теплее, всё понятно. Но имеется в виду, что нет каких-то, как вот бывал климат в Сочи, слишком влажный, где-то там слишком сухой. Здесь, в принципе, по влажности, по всему, плюс-минус, мне кажется, как у нас в Москве. Понравилось здесь отдыхать. В принципе, всё нормально, хорошо прошло. Ну, были какие-то моменты, конечно, там. Что-то, может, и не нравится. Бывало там где-то и... Ну, не нахомяк, где-то там не пропустят. Всё, но общее впечатление осталось хорошее. В принципе, мы с людьми так не общались, не контактировали, поэтому я не могу сказать, как относятся в Крыму к приезжим, к отдыхающим, к отдыхающим с материковой части России. Не знаю. Потому что мы, ну, как бы, ни с кем так шибко не общались. Везде, где мы ходили, в принципе, никто нам не хамил, не грубил. Никакого я негатива не почувствовала. Ни от продавцов где-то, ни от служащих персоналов. А наоборот, всё очень любезно, учтиво. Ну, а так, что там за глаза, они думают, понятия не имея. Ну, и, во-вторых, мы жили всё-таки в таком районе, где, я думаю, что, да, не будут тебе говорить какое-то хамское слово, потому что они получают здесь большие деньги. С того, что вот и апартаменты, вы понимаете, сколько здесь стоят. Я озвучивала цены. И плюс-минус они везде здесь столько стоят. Поэтому, конечно, они тут хамить не будут. Что они там думают на самом деле, не знаю. Может быть, если кто-то живёт. Просто я читала отзывы, и говорили кто-то, что какое-то отношение не очень. к приезжающим. Но суть в том, что, может быть, если там живут в какой-нибудь квартире за 2000, может быть, там хозяйки или в каких-то естевых домах вообще. Может, там хозяева как-то и грубят, хамят, и вообще высказывают какое-то неудовольствие. Здесь такого вообще нигде нет. То есть все держат уровень. А уж искренне это или не искренне, это я понятия не имею. Вода очень чистая понравилась в Ялте. Я думаю, что тут всегда чистая вода, потому что камни, и видно, что это как бы... Ну, вот в Геленджике залив бухта. Там трудно найти чистую воду только где-то на окраине, а здесь нет. Чистая вода хорошая. Это тоже понравилось. Ну, какие-то были недочёты, но плюс-минус отпуск получается хороший получился у нас.